Музыка Сейчас у нас 88 семей стоит в очереди на получение земельных участков. Очередь, конечно, большая, но из-за чего она сложилась. У нас территория Десногорска очень ограниченная, территория земель. Поэтому, если в 2015 году мы предоставили 16 семей земельных участков, то в 2016 году у нас не было возможности предоставить вообще, так как отсутствовали сформированные земельные участки. Но, зная эту проблему, зная, что есть дефицит земель, администрации уже довольно-таки давно велись переговоры с Министерством обороны Российской Федерации о предоставлении в нашу собственность неиспользуемых земельных участков. В итоге, в конце 2016 года уже были переданы два земельных участка в 7 микрорайоне. Участки по площади 1,23 гектара, 1,8 гектар. Ну вот, планируем мы на этих участках также предоставлять землю многодетную. Ну, столкнулись мы с проблемой. Первая, конечно, это финансовые затраты значительные. Ну, в этом году изыскали мы возможность выделить денежные средства на формирование земельных участков. Ну, а вторая проблема, больше такого технического плана, это формирование границ города. Получилось, что у нас границы муниципального образования город Десногорск есть, а границ города нет. И так как у нас эти участки, они получаются на границе с Росским районом, там они пересекаются с другими земельными участками. Конечно, это очень большая работа, сложенная по устранению кадастровых ошибок, по пересечению. Ну, работаем мы в этом направлении. На контроле вопрос стоит. Вот, буквально 13 июня вышло распоряжение главы Андрея Николаевича Шубина за номером 110. Была утверждена дорожная карта по предоставлению земельных участков многодетных. Там определены сроки выполнения работы, определены конкретные исполнители. То есть уже мы как бы себя подгоняем в этом направлении. И планируем, что по крайней мере первым в очереди уже в октябре-ноябре мы уже сможем что-то предоставить. Предоставление служебного жилья, оно регламентируется в первую очередь жилищным кодексом Российской Федерации. Относится оно к специализированному жилищному фонду. И предоставляется гражданам, которые находятся в трудовых отношениях с организациями, проходят военную службу и которые не имеют собственного жилья на территории соответствующего населенного пункта города Десногорска. Сейчас у нас в реестре служебного жилья 20 квартир. Они предоставлены по договорам служебного найма. В основном из 20-12 квартир предоставлено специалистам МСЧ-135. В рамках проведения работы по привлечению молодых специалистов в наш город. То есть в этом плане тоже мы держим на контроле эту ситуацию. Часть предоставлена ОМВД, специалистам ОМВД. Ну, сейчас тоже главой поставлена задача моему комитету, ну и в целом всем сотрудникам, так сказать, выявлять квартиры, которые можно было бы включить в муниципальный фонд жилой и предоставлять как служебные. Вот, например, сейчас мы проводим мероприятие по освобождению в третьем микрорайоне в восьмом доме квартиры, которые занимает ЖУ-3 МУП ККП. Мы изыскали для них очень даже хорошее помещение, куда они смогут, так сказать, перебазироваться и принимать граждан там будет удобно. Ну и в результате мы получим трехкомнатную квартиру, которую сможем предоставить нуждающимся специалистам. Аренда нежилых помещений – это один, так сказать, из основных видов деятельности Комитета имущественных и земельных отношений, которые, ну, составляют хорошую часть дохода бюджета нашего города Десногорска. Работаем мы тоже в этом направлении. Ну, вот, по факту, в настоящий момент у нас 11 свободных нежилых помещений есть, которые могут использоваться под офис, под оказание услуг населения. Площади мы предлагаем различные – 25 квадратных метров до 180. Цена определяется по оценке, то есть рыночная цена, но хочу отметить, что она гораздо ниже, чем предлагают другие предприниматели, собственники по городу. Призываем обращаться в наш комитет, все покажем, расскажем. По телефону можно, можно лично обратиться. 7-03-21 телефон и 7-27-58. Ну, уже давно назрел вопрос об установлении индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах. Конечно, это очень тоже финансово затратно. Жители обращаются, но средств не было в местном бюджете, чтобы это предусмотреть. В мае еще раз мы подняли этот вопрос. По оказанию главы Андрея Николаевича Шубина мы провели инвентаризацию муниципального жилого фонда совместно с сотрудниками моего комитета, комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу, со специалистами управляющих компаний, САЭС, сервис, МУП, ККП, был совершен поквартирный обход. Значит, в течение месяца мы это все проводили, инвентаризацию, выявили мы 103 квартиры, которые не оборудованы приборами учета, установили необходимое количество. По горячей и холодной воде 350 приборов учета и по электроэнергии 118. Ну, главой задачи сейчас поставлено подсчитать финансовые затраты на приобретение, на установку приборов учета и, ну, по крайней мере, по части квартир запланировать на 2018 год в бюджете. Ну, и дальше поэтапно, по следующим уже будем тоже планировать, устанавливать. Хочу, значит, обратить внимание граждан, что такое муниципальный измельный контроль. Это деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением юридическими лицами, предпринимателями и гражданами требований земельного законодательства. Регулируется земельный контроль, в первую очередь, земельным кодексом, федеральными, региональными, местно-нормативными правовыми актами. В отношении юридических лиц и предпринимателей муниципальный земельный контроль проводится с учетом положений 294-го федерального закона о защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государства муниципального контроля. Ежегодно утверждается план проведения проверок, он согласовывается с контрольно-надзорными органами, с прокуратурой и уже после утверждения все предприниматели могут с ним ознакомиться на сайте Генеральной прокуратуры. В отношении граждан муниципальный земельный контроль проводится в соответствии с земельным кодексом и положениями, которые приняты органы местного самоуправления. Сейчас под пристальным нашим вниманием находятся земельные участки в садоводческих товариществах. Очень много поступает на имя главы администрации, жалоб на самовольный захват земель, на неправомерное выделение земельных участков и главой дана задача активизировать работу в этом направлении. Сейчас мы перерабатываем порядок проведения муниципального земельного контроля в соответствии с действующим законодательством, ну и как бы более его хотим актуализировать. На данный момент, после утверждения в Весногорском городском совете, мы будем по данному порядку работать и уже как бы есть у нас уже отдельные, конкретные, так сказать, граждане, которых мы будем проверять. В целом, хочу всем сказать, что за нарушение требований земельного законодательства предусмотрена административная ответственность к кодексам административных правонарушениях. Статья 7.1 самовольное занятие земельного участка влечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 до 10 тысяч, на юрлиц от 100 тысяч до 200 тысяч. Статья 8.8 использование земельного участка не по целевому назначению влечет наложение административного штрафа на граждан от 10 до 20 тысяч, на юрлиц от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Часть 3.8 ст. 8.8 Кодекса административных правонарушений предусматривает ответственность за неиспользование земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, если это обязанность, предусмотренная федеральным законом. Штраф здесь предусмотрен на граждан от 20 тысяч до 50, на юрлиц от 400 тысяч до 700 тысяч рублей. Штрафы значительные, должны иметь в виду граждане и юрлица, когда они идут на нарушение законодательства, что может быть вполне реальные санкции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова